Адресовала вопрос по поводу авторства и по поводу инициативы, потому что от этого, от ответов на это, зависел вопрос последующей процедуры. И вот сейчас вот мой коллега говорит о каких-то парламентских слушаниях и так далее, у меня уже голова кругом идет. Я призвала своих коллег-инициаторов внимательно изучать законодательство, потому что вот Фарид Аблизимович говорит, что вы инициаторы. Извините, а согласно действующей конституции, Джорг Кукинишни, может быть депутаты инициаторами? В свою очередь депутаты говорят, да нет, это президент инициатор. Вот тут же мои коллеги говорят, а по действующей конституции президент вообще не может инициировать это. И тогда вот говорят, да вы знаете, мы это народной инициативой, а народная инициатива, процедура расписана законом о народной инициативе. И там Джорг Кукиниш вообще ни при чем. Там 300 тысяч подписей, понимаете? Причем здесь вот эти вот несчастные, кому вы там выкручивали руки? Вот вы меня извините, да? Вот мы все ходим вокруг да около. На самом-то деле, извините, я же со своими коллегами разговаривала, многие из них не читая ставили подписи, потому что администрация президента спустила указания. Можно говорить все что угодно, но нельзя в публичном пространстве бесконечно врать. Люди же знают уже, уже потому как вносилась эта инициатива. В первый день это было 47 подписей, потом дособирали путем выкручивания рук, до 87, слава богу, довели. А толку-то от этого, если это путем народной инициативы, по закону, Джорг Кукиниш вообще ни при чем. Парламентские служения не должны проводиться, господин Сабиров, прочитайте закон. И не вводите людей в заблуждение. А потому что на самом деле, если путем народной инициативы, Джорг Кукиниш вообще ни при чем. Где здесь народ? Так вы не обладаете, вся проблема, поэтому мы говорим, определитесь, кто инициатор. А вы имеете право, законодательные инициативы, вы имеете право в данном случае? Хорошо, поэтому этот вопрос я задавала не случайно. И не случайно мы все являлись свидетелями вот здесь, что раздавались вот эта табличка. Она раздавалась не аппаратом Джорг Кукиниша, она раздавалась опять аппаратом администрации президента. Ну, скажите мне, пожалуйста, вот мы пишем, и возвращаясь, вот я больше слов брать не буду. Возвращаясь к проекту резолюции Комитета гражданского контроля. Последний абзац, где вы пишете. Призываем вас, уважаемый президент, остаться в истории Кыргызстана первым президентом, сломавшим негативную традицию предыдущих президентов, менять конституцию. Извините меня, он уже по факту, поскольку он инициировал, и его соратнички это подтвердили неоднократно в публичном пространстве, он эту традицию продолжил успешно. Зачем мы друг друга вводим в заблуждение? Здесь дело попахивает тем, что люди в нарушении конституции берут на себя функции, которые конституции запрещены. И это, поэтому я, например, за то, чтобы последний абзац внимательно прочитать. Вот мы пишем, мы призываем его сломать традицию, так он же, извините, уже последовал, инициативу-то он уже ввел, что мы без конца заигрываем. Нас по счетчину дают, мы вторую подставляем. Нам плюют и говорят, мы референдум проведем. Закон о референдуме, посмотрите, как он был вывешен. В нарушении требований законодательства. Потому что, согласно законодательству, когда закон о референдуме вывешивается, четкая дата должна быть указана. А мы этого до сих пор нет, там только год указан, 2016-й. Потому что они до сих пор не определились. Сколько можно закрывать глаза на нарушение процедур и законодательства? Я не случайно прошу фамилию того человека, который этот шедевр разработал. Никто, ни одна фамилия не звучит. Потому что всем нормальному юристу будет стыдно обнародовать свою фамилию под вот этим документом. Это вообще, это просто безобразие. Это просто безобразие. И я знаю, Анна Арбек, что вы хотите выступить, но просите меня. Вы никто. Вы не можете выступать от имени, потому что от имени инициаторов. Вы этим правом не обладаете. А я от своего имени хочу выступить. Что, вы хотите меня лишить этого права? Защитничек прав человека. Кто здесь навешивает ярлыки? Я не защитничек, я защитник прав человека. И я депутат Чорпукинежа. Не забывайте об этом. Вы находитесь в публичном пространстве. Поэтому, друзья мои, здесь все собравшиеся. Давайте не будем заигрывать. Давайте не будем ходить вокруг да около. Нам известен инициатор. Нам известен автор. Мы не знаем, кто технически эту инициативу прописывал. Но, в принципе, все же поняли уже сегодня. И речь идет. Либо мы взываем опять и говорим, позаигрываем. Давайте вы сломаете трек. Так, извините, он уже эту инициативу проявил. Давайте изменим последний пункт. Давайте изменим последний пункт и скажем, что любого рода инициативы, которые не прописаны в Конституции, это попахивает уголовным, страшным уголовным преступлением. Это узурпация власти.